У меня появился вчера один вопрос, касаемо предназначения мужчины и женщины. Полицкий человек считает, что он с его предназначением определился, и, по-моему, он видит развитие между предназначением мужским и женским, и требует, например, того же, что он вам решает делать. Ну, нормально. Вот у него такое развитие. Я сегодня попыталась объяснить вашу жизнь. Вы слышали на лекции, что женщина, когда она намного раскрыла, когда она реализует себя в отношениях, в отношениях с людьми, а он мне сказал, что тебе нравятся эти мучения. Ну, вы просто слушали дальше. Ну, надо прыгать поумнее. Зачем вы сравнивали меня с своим парнем? Я думала, он хочет меня, чтобы я прислушивалась. Конечно, вот и слушайте его. Это не значит, что вы должны стать глупой. Понимаете, женщина должна слушать свою мужчину очень внимательно. Говорит, я буду пробовать так, как ты говоришь. Пытаться так делать. Работать вместе с ним. Пойдите поработать вместе с ним. Через пару дней он поймет, что из этого ничего хорошего не получится. Сам. Торсунов будет вообще тут ни при чем. А если она не стыдляет менять колеса на машине? Ну, поменяйте, попробуйте, поменяйте колеса. У вас есть два варианта. Первый вариант – не приплетая Торсунова по-доброму объяснить ему, что вы колеса на машине менять не будете. Что он пусть сам меняет колеса на машине. Это мужское дело, не женское. Второй вариант – попытаться помогать ему поменять колеса на машине. И сказать ему, что я не могу этим заниматься. Мне тяжело. Он говорит, что ему такая женщина не нужна. А? Он говорит, что ему такая женщина не нужна. Нужна настоятельная? Ну, не нужна, пусть не нужна, значит, пускай один побудет какое-то время. Вы в отношениях с мужчиной не должны думать, что вы незащищенный человек, что он может вытворять все, что хочет рядом с вами. Если вы сами себя унизили, значит, он будет сам себя возвышать. Не нужна, но побудьте отдельно от него. Не нужна – не нужна, а что теперь делать? Пускай почувствует, что нужна. Благодарю. У каждого человека есть достоинство. Если, допустим, женщина помыкает мужчиной, говорит, мне такой муж не нужен, пошел вон, все. Надо, значит, пожить отдельно какое-то время. Зачем позволять собой понукать? От этого же ничего плохого и хорошего не будет. Или мужчина говорит, мне такая женщина нужна, или ты колеса к руке, или пошла вон. Ну, значит, надо пожить отдельно какое-то время и объяснить ему, показать, что я тоже человек, и как бы у меня есть свои взгляды, интересы. Я не бесчувственное существо, которое должно делать то, что от меня только просят, и все. Я не раб лампы. Так? Только вы не говорите, что это Арсунов сказал. Я пошла отдельно жить, потому что Арсунов сказал. Вы сами подумайте, если у вас такое решение возникнет, поживите. Если нет, нет. Страшно у меня специальности. Меня постоянно используют для того, чтобы решать проблемы с близкими людьми. Ваш вопрос? Ну, давайте. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос по поводу предназначения, которое мы вчера обсуждали, и эффективности. Какая-то снижена ситуация, что в шести лет я хотела узнать почему, и я не стала. Какая-то, наверное, в восемь лет моей жизни. Но так же не получилось, что заболела сильным здоровом, и пришлось свои действия не прекратить, так что устаю очень сильно. При этом хозяйка. А участь в эти восемь лет они никуда, и она не была эффективна, так сейчас. Ну, вы видите, у вас сейчас природа быть врачом, просто вы болеете, и поэтому вам тяжело этим заниматься, но вы можете по интернет какие-то консультации давать, просто бесплатно, допустим, людям помогать, как-то организовать себе это. Я понимала, спасибо. Природа не поменялась, просто вы болеете, вам тяжело работать. Когда человек болеет, ему тяжело работать, это естественно. Здравствуйте. У моего молодого человека, сейчас проблемы с ней, он вообще постоянно так подумает, не так постоянно, ну, как хочет работать. Вот. И он нашел работу себе, и он все нравится. Ну, а вы любите свою молодого человека? Да. Я рад за вас. Ну, знаете, что когда девушка в кого-то влюбляется, она сначала просто наслаждается им, ей нравится этот человек, а потом она постепенно привязывается к нему, к этому человеку и начинает жить его жизнью. Когда девушка начинает жить его жизнью, то она постоянно со всеми его начинает обсуждать. Потому что все люди же несовершенные, и она постоянно говорит, вот, Олег Геннадьевич, у него и то плохо, и это плохо, и то не сяк, и пятое не сяк, не так. Я понимаю. Я понимаю. Но вот, к сожалению, ему от этого, от того, что вы так будете говорить, ему лучше не станет. Чтобы ему стало лучше, для этого нужно думать о его хороших вещах. В ведах говорится, что если корову поить, кормить целлофановыми пакетами, она выдает бензин, а не молоко. Точно так же мужика, если постоянно у других мужиков, у других мужья, как лебедушки, а у меня бедоносец. Помните о любовь и голуби? Она так говорила все время женщина. Но у нее муж в результате спился. Понимаете, как женщина на мужчину настраивается? Если она его недостатки видит, она его портит. Если она видит в нем хорошее постоянно, она его возрождает. Но видеть хорошее в близком человеке, это аскеза. Это тяжело очень. А ведь недостатки легко. Продолжайте ваш вопрос. Вы хотели сказать, что он у вас очень добрый, терпеливый. Ну, давайте поговорим об этом. Как его зовут? Анатолий. Вот смотрите, он очень по-доброму, всегда ласково к вам относится. Правда? Почему вы мне об этом не сказали? Забыла? Наверное. Наверное. Хорошо, давайте дальше. Анатолий терпеливо относится ко всем вашим эмоциям. А? Что, не говорим об этом? Говорим теперь? Да. Видите, какой хороший человек. Вот найти мужчину, чтобы под... Поднимите руки девушке, которые только за две эти вещи, которые я назвал, готовы отдать все, чтобы такого человека встретить. И никогда не будут обсуждать его недостатки. Поднимите руки. А? Встретили. А, встретились все отлично. Ну, задавайте ваш вопрос. Задавайте. Ну, вы подумайте, скажите, скажите, мне Бог дал хорошего человека Олега Геннадьевича, но я все время думаю, как его сделать еще лучше. Правильно это или нет? Я хочу спросить по поводу. Я не знаю, у меня все равно что-то бесит. А мне всегда чего-то не хватает зимою, летом, зимою, летом, зимою, летом, осенью, весны. То есть, если я успокоюсь, я успокоюсь, ну, будет хорошо. Угу. Принятие человека – это самое первое, что нужно сделать. Когда мы принимаем человека, мы его меняем сразу к лучшему. Вот когда мы привыкаем к недостаткам близкого человека, согласны с этими недостатками, его недостатки на 30% становятся меньше. Вторая стадия – мы по-доброму ему говорим в шутку и недолго в шутку, а его недостатка – по-доброму. Вот как я с вами сейчас говорю, а ваш недостаток – по-доброму, еще на 30% меньше становится. А если мы еще молимся и в сердце в своем верим, что эти недостатки скоро уйдут, мы говорим человеку, что у тебя их почти уже нет, ты справишься с этим. И чувствуем, что так и будет, то он вообще избавляется от них. Если мы критикуем просто человека за недостатки – они усиливаются. Если мы ругаем за недостатки злобно – они еще больше усиливаются. А если мы проклинаем человека за его недостатки – они утверждаются в его сердце в полную силу. То есть мы пляшем под их дудку, называется. Со временем. У него есть такая природа, но сейчас он пока не развит для этого. Надо продолжать работать. Он должен как личность развиться. Бизнесом заниматься означает иметь достаточно сильную развитость внутреннюю, способность, проницательность, видеть, кто тебя обманывает, кто нет, понимать законы, уметь общаться с людьми правильно и так далее, опыт какой-то. Всегда надо бизнесом заниматься сначала несколько лет на маленьком объеме. Нужно взять такой объем деятельности, который тебе удобно оттянуть и который не требует больших вложений. И на этом маленьком объеме отработать деятельность. А потом уже, когда ты все понял, как это работает, уже дальше расширяться. Люди обычно сразу берут кредит, отрабатывают все не на маленьком объеме, рушат отношения с людьми, теряют сотрудников, теряют средства, впадают в долги и рушат все таким образом, разрушают свою деятельность. Семечко всегда растет постепенно, никогда не сразу. А у нас еще чуть-чуть хотела. Время для ситуации, он, знаете, забит, он понравился. Ну, как справиться, я не знаю. Он работает, подрабатывает и большую часть нас в плате отдает? Ну, первое правило, не брать новые. Тогда справиться со временем. И если он отдает долги, то пока, тем более, бизнесом не надо заниматься, потому что у него разум неправильно работает, значит, получается у человека. Олег Иванович, здравствуйте, спасибо, что вы приехали, очень рада. Вчера, когда вы писали книги, вы попросите напомнить, вот я вопрос задавала, три вида коллектива, гладости, страсти. Сейчас будет лекция. И второй момент. Вы, девушке, рассказывали, что не выживали с места. Вы так обратно такой пример про Клопу сказали. Вот про него тоже немножко подробнее, пожалуйста. Спасибо. Спасибо вам. Ну, это такая больная тема. Во-первых, первое, что следует знать, что человек не может выбрать коллектив, которым он может работать, так же, как не может выбрать семью. Причина, почему мы попадаем в тот или иной коллектив, получаем того или иного мужа, ту или иную жену, только потому, что мы задолжали что-то своей судьбе. То есть бывает, человек отрабатывает свою прошлую деятельность, прошлую карму в личной жизни, а бывает в деятельности. И поэтому у одних людей в семье все более-менее хорошо, на работе плохо. Бывает, что на работе все хорошо, в семье плохо. Понимаете? То есть там, где человек отрабатывает свои трудности судьбы, там и будет тяжелее. Есть три вообще варианта отрабатывать судьбу. Первый вариант – плохо в семье. Второй вариант – плохо на работе. И как вы думаете, какой третий вариант? А? Плохо со своим здоровьем – третий вариант. Болеет человек. То есть или человек болеет, или у него плохо в семье, или плохо на работе. Но так, чтобы у человека везде было хорошо, такого бывает очень редко, потому что когда у человека везде хорошо, что с ним происходит? Он расслабляется просто и все. Он уже не может нормально жить. Он просто расслабляется и все, деградирует. Поэтому Бог создает нам такие возможности всегда мучиться где-то у каждого в своей сфере. Кто-то со здоровьем мучается всю жизнь, кто-то на работе, кто-то в семье. Три вида коллективов. Если в коллективе ругаются матом, совершается насилие над людьми, обман. Если люди занимаются тем, что они убивают животных, производят мясо, производят сигареты, производят спиртное, занимаются теневым бизнесом, совершают насилие, обман, то такая деятельность находится в сфере невежества. И ее постепенно надо оставлять. Следует оставить, потому что она приводит человека к тяжелым последствиям в судьбе. Непредсказуемо где? Непредсказуемо обычно, но последствия будут обязательно тяжелыми. Потому что эта деятельность приводит к страданиям людей или животных. Если в деятельности, в коллективе, внешне все красиво и хорошо, если все как бы очень деликатное отношение, люди стараются много работать, развиваться, иметь карьерный рост, но при этом в отношениях холод есть и равнодушие к судьбе другого человека, то это называется деятельность страсти. Вот там, в принципе, неплохо. Это уже нормальная среда, где можно действительно работать, но только от нее не надо ждать близких отношений. Не надо от начальника, который называется страсти, или от сотрудников ждать, что они будут участвовать в твоей личной жизни слишком серьезно, помогать тебе как-то в жизни. Они просто заинтересованы в том, чтобы ты им помогал развиваться финансово и все. Это деловые отношения, там нет глубины. Но они нормальные, это нормально, в принципе. Вот, не стоит от этого отказываться. Благостных коллективов практически нет в современном мире. Благостных коллектив характеризуется тем, что там люди очень сильно уважают друг друга, ценят все люди развитые или почти все духовные. Деятельность направлена на всеобщее благо какое-то, и часть деятельности, средства, часть средств деятельности идет на духовные цели какие-то. Этот коллектив есть, допустим, жертвует на что-то там, на церковь или еще куда-то. Обычно такие благостные коллективы создаются, потому что их создает благостный руководитель. И такие коллективы крайне редки. И мало кто из людей по своей судьбе в современном обществе способен работать в таком коллективе. Но обычно такие коллективы бывают, когда, допустим, деятельность связана с содержанием храма, монастыря, или она связана вообще в целом с духовной какая-то благотворительной организацией, или деятельность связана с тем, что помогают детям, допустим, или просто больница, допустим, людей спасают. Часто в таких вот, когда очень благородной деятельностью люди занимаются, там именно такие отношения благородные и формируются. Иногда в школах такие коллективы возникают, где очень сильно заботятся друг о друге там и так далее. Такое возможно. В принципе, это возможно, но редко в наше время. Что делать, если ты попал в невежественный коллектив? Надо постепенно, не сразу, человек не должен оставаться без средств на жизнь. Постепенно молиться, пытаться развивать себя, работать над собой и менять вид деятельности. Бывает, что деятельность разрушает здоровье, и тогда тоже такую деятельность следует поменять. Приведу пример. У меня есть один знакомый, он жил в Москве и занимался тем, что у него был свой ночной клуб. Ночной клуб не означает в данном случае разврат, там какой-то притон. Это немножко другое. То есть там собиралась музыкальная молодежь, такая богема. Они как бы там просто общались, тусовка такая, которая пыталась развиваться, как-то вместе люди развивались. Причем интересно, когда этот человек начал слушать мои лекции, он вел там сухой закон, вегетарианскую пищу. От этого не уменьшилась его тусовка. Все были довольны, им нравилось это все. Было современно, модно в то время. И этот человек единственно мечтал по ночам спать, потому что он слушал мои лекции. И он все время молился, чтобы Бог ему дал возможность днем работать, а ночью спать. Но у него был ночной клуб. Эти два желания были абсолютно несовместимы. В результате Бог так сделал, что его партнер обманул его и отнял у него этот ночной клуб. В результате он нашел себе гораздо лучше другую работу, дневную. И пришел меня благодарить, сказал спасибо. Я очень благодарен вам, теперь я могу спать по ночам. Наконец-то днем работаю. Следующий пример. Уже конкретная деятельность в невежестве. Два примера привожу. Эти примеры я привожу из своей личной практики, отношений с людьми. Поэтому заверяю вас, это правда. Один человек пришел ко мне в Москве на консультацию много лет назад. И сказал, что в 90-е годы он в результате того, что произошел кризис в стране, он приобрел целый завод по производству спиртных изделий. И этот завод у него был очень успешным. То есть он очень сильно разбогател. Это все был полукриминальный бизнес. И в один момент эта мафия пришла к нему, которая контролировала это пространство виноводочное. И сказала ему, что у тебя есть два варианта. Или мы тебя убьем, или ты нам отдашь этот завод. И живи спокойно с тем, что у тебя есть. И он был разумным человеком. Он понял, что закончился его винодельческий бизнес. Он отдал завод, оставил себе жизнь. Вот. И в течение 10 лет он пытался создать семью. У него было 4 брака. Каждый раз он брал нормальную девушку себе. И он не пил сам, сам не пил. И она спивалась у него в течение двух лет. Алкоголичкой становилась. Вы представьте, как бывает. Вообще, как такое возможно, чтобы женщина спилась вообще. Это очень редкий случай. Но у него 4 женщины подряд становились алкоголичками. И он пришел ко мне на консультацию. Говорит, мне жениться дальше нет. Я боюсь. Я помедитировал, смотрю. Правда, в следующий брак опять женщина сопьется. Так судьба его действует. Я говорю, вам надо молиться. Если вы не будете молиться, то жениться бесполезно. Вы не сможете победить судьбу. Следующий случай. Человек работал в Нижнем Новгороде. У него была сеть магазинов, в которых, как вы знаете, в современном торговле, особенно связанном с продуктами, без спиртного невозможно сделать нормальный оборот. Ну, то есть будет убыток. Магазин будет убыточный. В основном. Он пришел ко мне и сказал, у меня такая ситуация. У меня вот сеть магазинов. Я хочу избавиться от спиртного, потому что у меня есть чувство, что это последствия, если я буду торговать дальше спиртным, у меня могут произойти какие-то неприятности. Я начал молиться и увидел, что если этот человек будет торговать спиртным дальше, он погибнет в автокатастрофе. И я ему сказал об этом. Он, когда услышал эти слова, он подпрыгнул на сиденье и говорит, супер. Я думаю, что супер? Что тут супер? И он говорит, супер, я так и думал. И он мне рассказал, что он уже попал в аварию серьезную. И когда он выжил, ему приснился сон, что если он будет торговать спиртным, то дальше он погибнет в автокатастрофе, в следующей аварии уже. То есть моя информация соединилась с его пониманием вещей. Мы начали с ним думать, что делать. Вот. И второй случай такой, что мы договорились с этим человеком, что он постепенно должен менять как-то товар в своих магазинах. То есть он должен постепенно переходить с алкоголя на что-то другое. Я не знаю, что там дальше в его жизни происходило. Мы больше с ним не виделись. Но так или иначе он менял свою деятельность. Я также был свидетелем, когда люди постепенно делали более благостным пространство своей работы, своей деятельности. И получали хорошие результаты также в бизнесе. Несколько примеров. Один человек начал... Ну, то, что со мной связано, не то, что я сейчас пытаюсь рекламировать. Просто вот то, что меня касается, мне и рассказывают. Ну, то есть один человек, он включал 5-10 минут, он руководитель, у него большое предприятие, все садились, кусочек какой-то лекции актуальной для деятельности, слушали мою лекцию, просто люди сидели и слушали. И потом дальше, так продолжалось какое-то время, потом дальше этот человек заметил, что некоторые люди подходят и говорят, я хочу больше это изучать, слушать. Из этих людей он находил тех, которые имеют склонности к управлению и давал им специальное образование. И потом постепенно все руководство он заменил на тех людей, которые склонны к самосовершенствованию. И таким образом он поменял структуру всего своего коллектива. У него увеличилось все. И энтузиазм в работе, и возможности зарабатывать людей. У него просто скачок огромный произошел в результате того, что он сначала людям давал слушать лекции, потом выбрал из них инициативных, тех, у кого разум склонен развиваться. И он тех более разумных людей, которые склонны работать над собой, дал им еще специализацию, лучше образование дал. И потом их поставил на руководящей должности. В результате у него произошел взрыв в деятельности. Так не обязательно с моими лекциями, можно с любыми духовным материалом. Если вы просто образовываете духовно людей, постепенно люди будут склонны к более серьезному духовному образованию. Среди них обязательно найдутся какие-то люди, способные управлять. Их надо выдвинуть вперед и заменить тех, кто не склонен. В результате у вас все возрастет на работе. И второй случай, который меня тоже очень сильно удивил, это такой простой случай. Один молодой человек, у него был бутик в Москве, где он торговал компьютерами. И на этом бутике он поставил на постоянку, включил, там везде во всех бутиках какая-то музыка играет. Он включил наше веда радио, где духовная музыка, нравственная играет, лекции постоянно духовные. И у него в несколько раз возрос поток людей. Они почему-то к нему именно решили заходить неосознанно, потому что атмосфера поменялась. Те стали счастливыми, улыбаться начали. И народ начал у него покупать товары. Два таких случая. Как бы изменения в жизни человека благодаря тому, что он пытался поменять свою деятельность к лучшему. Как строить отношения в этих коллективах? Когда ты находишься в невежественном коллективе, нужно стараться быть подальше от всех, всем желать счастья, просто работать от и до и не пытаться там сильно развиваться. Искать место в другом месте. Деспотичные отношения начальства тоже признак невежества. В страстном коллективе, в принципе, это нормально. Нужно просто знать, что нужно пытаться выполнять там свой долг, всем желать счастья, строить деловые отношения нормальные со всеми людьми. Но если вы хотите дружить с кем-то, тогда дружбу развивайте на почве духовного развития. Если кто-то интересуется духовным самосовершенствованием, дружите с этими людьми. И отношения строите не деловые с ними, а собирайтесь в какие-то вот время, общайтесь или в чате общайтесь, или вот клуб благости есть. Можно в каждой духовной традиции религиозной есть тоже разные способы собираться и обсуждать духовные вопросы. Это и есть настоящая жизнь. Когда люди собираются обсуждать духовные вопросы, у них создается большая семья. Одна женщина подошла ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, у меня нет семьи, она уже в возрасте, у меня есть взрослые дети, я не хочу больше замуж, мне тяжело это все терпеть. Но я чувствую себя не одинокой, потому что у меня есть духовная семья, то есть я общаюсь, я живу как в семье, я общаюсь, но духовные вопросы у меня есть наставники, есть близкие люди, я всегда в трудную минуту могу посоветоваться. Я чувствую себя не одинокой женщиной, я чувствую, что у меня жизнь хорошо. Я всегда служением занят, всегда занят помощью другим. Надо ли мне жениться, замуж выходить? Я говорю, нет, конечно, нет. У вас есть уже личная жизнь в духовной среде, поэтому вам не нужна особо вот такая вот своя личная жизнь. Я к чему это сказал? Сказал к тому, что каждый из вас должен найти себе такую семью. Люди, которые просто работой живут и дома работа дома, они все одиноки по природе, у них нет счастья в близких отношениях, глубоких отношениях, потому что они не понимают, что эти отношения глубокие можно развивать только на почве духовного развития, не на почве деятельности, не на почве отдыха. Когда люди дружат на почве отдыха, это страстный отдых. Ну, просто дружим, потому что вместе праздники отмечаем. Это страстный отдых. Когда люди дружат, потому что они вместе ходят на дело, то есть на охоту убивать животных или грабить банк какой-нибудь, или вместе корпоративные вечеринки, то есть развратом проституции занимаются, то это отдых в невежестве. И когда люди отдыхают тем, что они ездят в святые места, что они вместе изучают, как правильно жить, что они вместе собираются и помогают друг другу, беседуют, молятся. Это отдых благости. Он самый счастливый, лучший и хороший. Вот такой отдых у нас на фестивале благости происходит. Люди приезжают на две недели, и там просто поток счастья. И отдыхают и телом, и душой, и солнцем, и морем, и лекциям, и тренингам, и все, что только нужно для жизни. И с молитвой пищи там, и все. То есть на все желания удовлетворены. Здесь тоже какие-то фестивали по местности проводят, я слышал тоже подобные. Изучайте все. Не обязательно ездить слишком далеко. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok